всем привет такие сегодня хочу поговорить про алгоритм поиска уровней ну то есть как найти уровень оценить его мне несколько раз писали люди которые только сталкивались с уровнями то есть начали их только изучать и как бы немножко не могут понять принцип как вообще их искать тогда вот я сейчас попробую на примере и евро и иены это сделать то есть на часовом графике как уровень на часовом графике я ищу у меня тут уже я их нашел у меня тут два уровня уже стоит их отметил ордера поставил но просто покажу как я их искал поиск начинается с одного из усилителей то есть силы выхода из уровня то есть ищем на графике импульсное движение и потом источник этого движения то есть чтобы не каждый уровень по усилителям проверять то есть не каждый уровень чтобы подсчитывать по баллам как бы это такой будет основополагающий усилитель по которому будем искать уровень ну то есть соответственно импульсное сильное движение то есть обычно он будет там на два балла как если мы по баллам считаем усилители очень советую всем кто только начинает торговать по уровню способе предложения считать баллы усилители возможностей это делают все студенты которые академиков учатся они считают баллы по всему уровню то есть как обязательная вещь то есть когда через некоторое время то есть их не нужно будет всю жизнь считать через некоторое время уже можно будет не считать и глянув на график буквально на секунду и сразу можно будет увидеть уровень на 8 8 9 бальный то есть я сейчас смотрю на графике я даже не вижу слабые уровни то есть как я бывают люди когда постят что какой уровень нашли они а я этот уровень даже не замечаю потому что я уже ну как у меня глаза привыкли не смотреть на слабые уровни ну то есть соответственно обязательно считаем баллы а потом со временем придет уже самой и можно будет не считать просто глянули и все и уже сразу понимать что это сильный слабый уровень в общем поиск начинается с текущей цены начну с уровня спроса текущая цена и просматриваю вниз вот например уровень спроса был но он не то есть так него по усилительному сразу как бы хороший но у него нету размера прибыли и он уже тестировался то есть мы его игнорируем и идем дальше здесь ничего то есть дошли до этого места тут уже ниже цены нету для того чтобы найти место где там далеко назад цена была то есть я ставлю линию это я не уровень отмечаю просто линию ставлю и далее прокручиваю назад и еще место где цена с ней пресеклась вот здесь пресеклась то есть все так можно и удалить идем дальше то есть вот вот нашел вот такой вот уровень спроса дальше все вот он уровень спроса и по усилителям его тут же оцениваем ну то есть у меня как автоматически уже я глянул на него все он у меня там 8 бальный уровень кто-то ну а кто поначалу начинает нужно обязательно посчитать усилители ну пожалуйста вот уровень спроса то есть вот и дальше я его уже отмечаю то есть выставляю лимитный ордер вход стоп также можно цель поставить но я не по целям закрывая седем по целям закрывать я нет также можно цель то есть но цель можно определить будет потом попозже когда цена ближе подойдет пошел в данный момент непонятно может быть по ходу движения вниз образуется какой-нибудь уровень предложений тогда он станет целью уже пока достаточно далеко размер прибыли так сказать зона прибыли то есть как вот уровень от нашел я вот увидел вот этот импульсное движение и нашел источник этого движения обязательно смотреть где располагается уровень на кривой спроса и предложения то есть я беру дневной график вот пожалуйста дневной уровень спроса отличное месторасположение дневного уровня отлично так что замечательно ходит место для покупки нашли далее ищу место для продажи то есть также начинаю текущей цены иду вверх так тут нету ничего нету 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 вот сильное движение источник вот лежачий пожалуйста но он не подходит под усилитель потому что очень долго мы тут оптались ну может быть на 4 часовом его можно посмотреть будет но это не часовой не не уровень часового графика идем дальше вот опять дошли до места где максимальная цена поставлю линию чтобы ищу 9 цена там дальше пересекалась не вот тут вот она пересекалась и и так же иду вверх вот пожалуйста вот тут нашел уровень предложения также вставляю ордер стоп так эту линию удаляю ненадобностью пожалуйста также цель прибыли потом можно уже по ходу движения цены когда будет ближе подходить уже можно будет определить но пока допустим это будет там где я определил уровень спроса соответственно для уровня спроса это будет примерно в этой области если там четырехчасовый какой-нибудь уровень не встретиться по дороге само собой оценим его с точки зрения усилительной возможности если подходит он отметить отметили вперед алгоритм очень простой то есть и текущей цены идем либо вверх либо вниз того какой уровень ищем ищем импульсное движение если находим его то ищем его источник затем этот источник выделяем в качестве уровня и оцениваем с точки зрения усилителей если по усилителям он подходит по баллам то на нем можно торговать если не подошел то соответствующие ищем другой уровень я например когда только начинал я каждый уровень встречный оценивал то есть я не искал тогда импульсное движение а просто каждый уровень который встречал я его оценивал с точки зрения баллов вот этот вот я бы мог взять я бы его бы оценил то есть как бы там по баллам то есть соответственно такой слабый силы сила выхода то есть небо не подошло такое там уже тестировался бон то есть я бы все это по баллам посчитал и соответственно уровень такой там 7 бальной даже меньше получился бы то есть пропускаем и как и со временем все это пришло и я вот могу сказать что мои уровни то есть я смотрю они не скажем так не слабые и большинство даже не среднего качества обычно высокого не 8 9 бальный у необычно бывает на это без учета тренда потому что якобы тренд не учитывая опять вот нашли снова смотрим как где он там находится на общей картине пожалуйста он вблизи дневного уровня предложения опять же вот большое сильное движение то есть хорошая хорошее место можно будет подавать надеюсь это немножко поможет тем кто только начинает по уровням торговать удачной торговли